Помните, что у нас было дерево каталантов? Да! Если вы его помните, то вы прекрасно понимаете, что когда у нас есть задача о числах 1, 2, 5, 14, 42, 132 и так далее, то наверняка эту последовательность можно разместить в дереве каталантов. Я сейчас это сделаю. То есть, что я сейчас должен сделать? По нашему стандартному обучению я должен начать рисовать дерево каталантов. Итак, начинается оно с одной вершины, потом какого-нибудь одна вершина, потом расходится на два варианта. Причем, внимание, смотрите, у нас ведь как должно быть? У нас потом должно расходиться, я просто не знаю, все помнят или нет, два варианта, здесь должно как расходиться? На три варианта, здесь должно как расходиться? На два. На три варианта, на три варианта, на четыре варианта, на четыре варианта. А вот дальше идея такая. Я пишу перестановки на числах 1, 2 и перестановок всего две. 1, 2 и 2, 1. Но я у каждой перестановки буду обращать внимание на вот эту длину. Давайте сформулируем, что это такое. Самая длинная слева направо какая? Убывающая последовательность. И когда она длинная, я ее напишу сюда. А именно сюда я напишу 2, 1. А когда она короткая, я ее напишу сюда. Сюда я напишу 1, 2. И для того, чтобы вам было понятнее, я у каждой буду подчеркивать эту самую желтую штуку. Вот они. 2, 1. Вот здесь вот 1. И вот здесь вот 1. Теперь смотрите. 1, 2, 3. Подчеркивание одного элемента. Здесь надо вписать тройку. Понятно, что получится 1, 3, 2. Так. Сейчас. Что-то я не туда вписал. Я тройку вписал совсем не туда, господа. Извините. Здесь должно было быть 1, 3, 2. А вот здесь вот должно было быть... 3, 2. А вот здесь вот должно было быть 3, 1, 2. Спасибо, что мы не запутались надолго. Так. Здесь будет 3, 1, 2. А вот сейчас, будьте добры, заполнить все остальное сами. Итак. Дерево Каталана для задачи Дональда Крута. Заметьте, какое замечательное средство решения дает дерево Каталана. Мы какие только комбинаторные задачи не брали. Там бревна раскладывали на прошлом занятии. До этого скобки. Помните? До этого произведения. И все эти комбинаторные задачи замечательно, что называется, врисовывались в это самое дерево Каталана. Соответственно, если нам сейчас удастся понять, как это все врисовывается, как выглядят наши перестановки внутри дерева Каталана, мы сразу же полностью решим задачу. Потому что на каждом этаже, как известно, количество точек это число Каталана. Просто потому что, скажем, задачи про скобки, как помните, идеально вписалось в дерево Каталан. И многие другие. Сделайте же. 2, я вот не... А, нет, нормально. 2, 3, 1, это действительно последовательность. Убывающая у нее есть только из одного числа. Дальше. 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Обратите внимание. Вот здесь вот самое длинное. Здесь из двух чисел, здесь из одного, а здесь из двух, здесь из одного. Так, а здесь следующий этаж? Сделали? Надеюсь. Нет, я-то надеялся, что вы сделаете сразу и нежно. Следующий этаж. Это было самое интересное. Давайте я уж нарисую, как оно должно выглядеть. Давайте, господа, сделаем. Вам в тетрадях, на весь тетрадный листочек, а лучше на полный разворот, сделайте красивую, четкую картину. Только тогда можно будет сказать, что вы все поняли. Между прочим, ребята, чтобы вы понимали уровень того, чем мы сейчас занимаемся. Есть такая штука, как команда на Международной Метопатической Олимпиады. Так вот, когда я был школьником, я очень четко помню, что в списке задач, которые были, внимание, не в вашем возрасте, а именно в последнем выпускном классе. Так вот, в списке задач, которые были для тех самых ребят, которые на Международной Олимпиаду готовят, была задача о числах каталантов. И по секрету я вам скажу, там было гораздо меньше о них, чем мы успели сделать. То есть, просто вот, ну, прогресс за эти годы, в педагогическом смысле, он абсолютно фантастический. Да, что? Протестовать можешь? Вперед! Не-не-не, выходи, и я буду писать. Давай. Так, сначала подряд все просиктуй, а потом я буду желток переводить. Хорошо. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Тут у нас, 3, 4, 1, 2. Да, 3, 4, 1, 2. Второе число, 3, 1, 4, 2. И последнее, 4, 3, 2. 2, 1, 2. 2, 1 у нас. Первое число, 2, 4, 3, 1. И второе, 4, 2, 3, 1. Тут у нас, 2, 4, 1, 2. И первое число, 3, 2, 1, 3. И первое, 4, 2, 1, 3. И последнее, первое число, 3, 4, 3, 2, 4, 1. Так, ну, я пошел проводить желтую линию. Сейчас все выясню. Убывающее только число, 1, 4, 1. Так, кстати, заметьте, когда четверку стирают, я возвращаюсь к этому, как и должно быть. Убывающее только, 3, 1. Убывающее 3, 1. Убывающее 4, 3, 1. Когда я четверку стираю, получается 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Отлично. Здесь убывающее только двойка. Здесь 4, 2. Ну, собственно, все. Здесь у нас убывающее только двойка. Здесь 2, 1. Здесь 4, 2, 1. Из трех чисел состоит. Здесь только тройка. Здесь у нас... А вот здесь мы что-то сделали не так. В предыдущем еще 3,2 Что? В предыдущем 3,2 А, так еще хуже У меня должно... Все, вы здесь вот явно ошиблись Нет, я не правильно числа, значит, ты мне просто поставь цель Не важно, давай, диктой Первое число 3,4,2,1 3,4,2,1 Убывающая действительно одна Дальше 3,2,4,1 3,2,4,1 Убывающая 3,2 Да 3,2,1 3,2,1 И тут 4,3,2,1 Спасибо Вы сейчас должны понять следующее Система четко поддерживается Вот что я должен сделать для того, чтобы от этого перейти Я должен куда-то вписать пятерку Вы уже помните, что если у меня убывающая максимальная Слева последовательность состоит из одного числа То пятерку можно вписывать либо сюда, либо сюда Если я вписываю в начало То я получаю 5,1,4,3,2 Убывающая последовательность из двух чисел Если я пятерку вписываю после единицы Получается 1,5,4,3,2 То получается максимальная Убывающая последовательность из одного числа Заметьте Я вписал пятерку И закономерность С убывающими Подпоследовательностями осталась Здесь Длины 2 Значит пятерку можно вписывать Либо в начало И тогда будет у нас убывающая Аж из трех чисел 5,4,1,3,2 Либо можно вписывать вот сюда Между четверкой и единицей Тогда убывающая будет из одного числа Это будет 4,5,1,3,2 Здесь у нас 4 И наконец Четверку Извините, пятерку Можно Куда еще вписать? После единицы Правильно? Тогда будет 4,1,5,3,2 Ну я не знаю Мне кажется Что Разумному достаточно Кому ничего не интересно Кому все равно ничего не объяснишь Значит смысл такой Если вы пройдетесь То вы поймете Что Все это выписывается А потом Следующий этаж А потом Следующий этаж Система Мне кажется Понятная 1,2,3,4 А здесь будет 1,2,3,4,5 Ну и так далее Дональду Дональду Кнуту На самом деле Принадлежит Задача С очень похожей Формулировкой Но И с тем же Ответом Ответом Тоже число Каталана И с тем же решением Но с другим вопросом Значит А именно Что Было Запрещено Сегодня Три числа В порядке Возрастания То есть Число Большее Число И еще Большее Ну если Наоборот Если запретить 3,2,1 То это разумеется Та же самая задача Просто надо все Последовательства переписать В обратном порядке Нет Дональд Кнут Конечно Такие дешевые фокусы Он бы не стал это говорить Интереснее вещь Он запрещает 1,3,2 То есть Смотрите Три числа Когда В середине Самое большое И при этом Тоже которое левее Меньше того Которое правее Понятная идея Да? Запрещены Вот такие Три числа Оказывается Что Можно Ровно В сегодняшнем стиле Все сделать Оказывается Все Последовательности В которых Нет То есть При вычеркивании всех чисел Кроме трех Не остаются Три числа А, Б, С Такие Что Б больше чем С А, С Больше чем А Вот это вот есть и строго Да? Запрещены Вот такие Три числа В наших последствиях Так вот господа Оказывается Что Можно Точно Так же При помощи Дерева Каталана Все Сделать И Очень Советую Для того Чтобы убедиться Что вы сегодня Все поняли Действительно Не полениться И решить Эту задачу Хотя бы До того же уровня До которого Мы дошли Нарисовать Дерево Каталана Тогда можно будет сказать Что вы Все поняли